Группа компании «Аврора» с гордостью представляет автоматические насосные станции АГП-620ИНОКС, 825ИНОКС и 1225ИНОКС. Данные аппараты представляют собой начальную линейку бытовых насосных станций. Они предназначены для снабжения водой в автоматическом режиме загородных домов, дач и прочего. Станции обеспечивают поддержание необходимого давления в водопроводной системе, включаясь и отключаясь автоматически. Источник воды может быть любым – колодец, скважина, накопительный резервуар и т.д. Станции работают от однофазной сети. Для подключения используются резьбовые соединения диаметром 1 дюйм. Остальные технические характеристики вы можете узнать из таблицы. Обратите внимание, в технических характеристиках указана максимальная производительность насосных станций. Она обратно пропорционально зависит от высоты подъема. Например, для аппарата АГП-1225ИНОКС при высоте подъема в 10 метров производительность составит около 3300 литров в час. Подробнее данные зависимости можно посмотреть на графики, которые вы видите на экране, либо ознакомиться с ними на страницах товаров. Насосные станции состоят из трех основных частей. Это блок автоматики, насосная часть и гидроаккумулятор. Автоматика необходима для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Как только в доме открывается кран, давление в системе начинает падать. При достижении полутора бар автоматика включает закачку воды. Когда давление достигает трех бар, забор воды прекращается. Насос станции состоит из двух частей, асинхронного двигателя и насосной части. Однофазный двигатель насоса отличается простотой и надежностью. Охлаждение мотора организовано за счет установки вентилятора, смонтированного на ротор. В насосной части находится рабочее колесо из высокопрочного полимера, диффузор и струйный насос или трубка вентури. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Гидроаккумулятор представляет собой стальной бак со сменной мембраной из пищевой этиленпропиленовой резины. Мембрана, предустановленная в гидроаккумуляторе, не предназначена для работы с горячей водой. Максимальная температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов Цельсия. В торце гидробака находится ниппель для закачки в резервуар воздуха. Давление в баке должно составлять от 1,8 до 2 атмосфер. Проверяется данный параметр обычным автомобильным манометром. В случае, если давление ниже нормы, воздух в бак нужно подкачать с помощью обычного насоса. Кроме поддержания давления в системе и создания оперативного запаса воды, гидроаккумулятор станции предназначен для предотвращения гидроудара, о последствиях которого мы рассказывали в предыдущем ролике. Также перед первым запуском насосную часть и всю всасывающую магистраль обязательно нужно заполнить водой. Покупателю следует знать, что станция не может работать без жидкости. Вода не только охлаждает механизмы насоса, но и выступает в качестве смазки. Продолжительная работа в сухую может привести к повреждению рабочего колеса насоса и выходу станции из строя. Для предотвращения сухого хода рекомендуем приобрести специальный блок защиты. Небольшой узел, который монтируется на станцию, позволяет автоматически отключить аппарат в случае исчезновения воды и предотвратить поломку. Также среди дополнительных аксессуаров для подключения станции покупателю могут понадобиться шланги забора с обратным клапаном и фильтры очистки входящей воды. Особенно актуально использование фильтрующих блоков при заборе воды из колодца или скважины. Впрочем, для работы с водопроводной водой фильтр тоже будет не лишним. И напоследок несколько слов о работе насосных станций в зимнее время. Место установки станции и трубы должны быть утеплены. При сезонном использовании станции воду из системы на зиму требуется слить. В противном случае возможен разрыв мембраны, повреждение сальников и подшипников насоса. Подписывайтесь на наш канал, будем рады видеть вас в наших дилерских центрах. Спасибо. Спасибо.